Жители микрорайона Пашины проголосовали за строительство спортивной площадки возле 45-й школы. Впервые для выявления мнения горожан депутаты использовали сайт «Электронная демократия». Подробности в нашем следующем сюжете. Вопрос о строительстве спортивной площадки на невостребованной территории, принадлежавшей школе номер 45, группа молодых ребят вместе с депутатом городского совета Ириной Ивановой подняла на встречи с Эдхамом Акбулатовым. Эдхам Шукреевич для начала предложил выяснить мнение тех, кто живет в этом микрорайоне. Мы совместно с ребятами, с молодежью, вышли с такой темой на федеральный портал. Это как раз площадка «Электронная демократия», которая была создана при правительстве Российской Федерации. Разместили данную тему с тем, чтобы люди голосовали. Ребята развесили объявления везде о том, чтобы люди голосовали на эту тему, вот как раз в ближайших домах. И в течение там где-то двух недель шло голосование. По мнению депутата, интернет-голосование – один из эффективных механизмов оценки мнения населения. Мы недавно проводили общественное слушание по заводу «Феррасплавов». Все, наверное, в курсе, да, вот бурное было очень слушание. Не все, как сказать, вопросы можно поставить на подобное общественное слушание, потому что это огромный труд адский, да, это людей нужно оторвать от работы, это организационно очень сложно, то есть процедурно и так далее. То есть, и для того, чтобы учет мнения граждан происходил, вот на мой взгляд, именно такой вариант электронной демократии вполне приемлем для того, чтобы обсуждать, ну, какие-то площадки спортивные, дворы, вот, ну, вопросы такого коммунального уровня. В электронном голосовании приняли участие более тысячи жителей Пашиного. Из них за строительство площадки проголосовали 1083 человека. Двое высказались против. Кроме того, около 400 подписей ребята собрали в письменном виде. Хотелось бы, чтобы здесь появилась футбольная площадка, хоккейная площадка, пусть она будет универсальная, там, зимой, летом. Баскетбольная площадка, потому что, ну, те площадки, которые здесь существовали еще с советских времен, они уже пришли, ну, в негодность, и уже не соответствуют даже там. Нормам безопасности. Таких площадок у вас здесь нет? Ну, в округе есть одна площадка, но она маленькая. Хотелось бы, чтобы она такая была, обширная площадка, на которой действительно можно было бы побегать, позаниматься. Да, с интересом провести свой досуг, без сомнения. Возможно, даже соревнования какие-то межшкольные провести. Жители рады, что в скором времени эта территория преобразится и с нетерпением ждут начала строительства спортивной площадки. Ну, что бы хотели, чтобы здесь появилось? Ну, аттракционы разные, горки, там, детский городок. Обязательно качели побольше. Ну, также мы хотим каток, чтобы зимой тут был. Потому что катка нет нормально. Может быть, площадки какие-нибудь. Спортивные? Да. Для того, чтобы появилась новая спортивная площадка в микрорайоне, сделан первый, но очень важный шаг. Получена поддержка населения. Какой будет новая спортивная площадка и какие объекты на ней появятся, мы с вами узнаем уже в ближайшее время. Продолжение следует...